Село Барлак расположено всего в нескольких десятках километров от Новосибирска. И потому многие горожане охотно строят здесь коттеджи и прочие летние дома для отдыха на природе. По сути, еще более усугубляя старую проблему села – нехватку воды. Водоснабжение холодное – никакое. Мы вот в жару просидели практически 10 дней вообще без капли. Вот такие внуки мы их ни помыть, ни умыть, ни подмыть, извиняюсь, не можем. Строятся новые дома у нас на Зайчьем хуторе. Вот, видимо, туда куда-то водопровод вели, как начальство сказало, 2 километра. А мы, получается, без воды. Барлак расположен не в засушливой пустыне и по климату ничем особо от Новосибирска не отличается. Поэтому природных причин для возникновения проблем с водоснабжением здесь, в общем-то, нет. Местные жители в нехватке воды винят изрядно изношенный водопровод, которому уже более 60 лет. У нас одна напорная башня. Вот эти азбистовые трубы, как Наташа сказала, они давным-давно, больше, больше, больше даже, они проходят. А что, ремонта никакого не делают, только копают, копают и копают. Просто сидеть и ждать, что добрые чиновники придут и все отремонтируют, жители села устали. Тем более, что звонки и устные жалобы ни к чему не приводят. Пока мы написали заявление на Барлакский сельский совет, чтобы не прыгать через голову, завизируем там свою жалобу, а потом уже будем дальше обращаться. Нет, даем до Машкова, до райцентра. Нет, значит, будем подавать заявление в прокуратуру. Просто-напросто. Можно бесконечно ссылаться на нехватку денег, на то, что в сельском или областном бюджетах недостаточно средств. Однако проблема от этого никак не решается. И то, что местные чиновники не обращаются в область, не участвуют в различных региональных и общегосударственных программах, точно не проблема жителей Барлака, страдающих от отсутствия надежного водоснабжения. Однако, по сути, они сами вынуждены заниматься ее решением и искать тех, кто может помочь в сложившейся ситуации. Продолжение следует...